Субтитры делал DimaTorzok В мае этого года объявили, что Макне группы Чио покидает агентство по личным каким-то причинам, которые не раскрывали И уже в августе объявили то, что седьмой мембер таки будет Добавился в состав группы мембер Хвон Сегодня мы будем смотреть представление Пятого Короля То есть это у нас пятый мини-альбом Вообще, в принципе, у них концепт этой группы вертится вокруг семи королей, разных королевств Но это не просто каких-то там королевств В принципе, в каждом камбэке, в каждом представлении короля Явно прочитываются референсы на какие-то определенные существующие страны Да, из-за, ну, имена у этих королей-термемберов Взятые не просто так вот какое-то на обум имя А с каких-то либо существующих, либо каких-то, как это назвать, литературных героев Которые королями были Вот, например, первый был Артур Это с британского эпоса Король То есть на Британию отсылочка Потом у нас был Чио, вот, который покинул агентство Вот у него, получается, Чио это какой-то китайский бог войны или что-то такое А Иван Получается референс на Россию, по-понятно, да? Иван Грозный, по-моему, там прям за основу был взят Хотя там, конечно, мембер такой, а Иван, что вот вообще на Ивана Грозного вообще никак не смахивает Самый такой миловидный, можно сказать Вот Кто там у нас следующий был? Следующий был Дан Но вот здесь я не знаю Существовал ли какой-нибудь король или литературный персонаж с таким именем На кого там отсылочку был И вот в этом, в пятом камбэке у нас получается Луи Это что-то, какая-то отсылочка на Францию, судя по всему Ну, имя французское Либо на Луи Наполеон Бонапарт Либо на какого-нибудь Людовика Потому что Луи это производная от имени Людовик Вот, а там Людовиков этих было куча-кучная Короче, ладно, давайте-таки приступим к просмотру, наконец-таки Обо всем, об остальном поговорим после просмотра Давайте Где мышь? Мышь-то где? Ана, тулсет И едем Тулсет Хорошее, кстати, упражнение для позвоночника они там делали Вот у этого парнишки, Джохана, мне больше всего нравится голос А вот это неожиданно Оууууууууууууууууууууууууууууууууууууу гитарочки Слушайте, я не ожидала реально такого инструментала Вот это Айван у них, ну посмотрите Иванушка, я бы сказала Гитары классные там на фоне Класс Слушайте Это там струны смечковые, ненавязчиво так Вот это Хвон новенький у них Это Муджин, который у них пишет И Дан у них пишет А вот и Дан Люин У меня нравится, как сползли по мелодии вниз Ух, ударные, хорошо так Ух, скрипчик такая классная Ух, хорош Дэнсбрейк Ну сам Дэнсбрейк не особо мощный, а вот инструментально мне очень нравится Это прикольненько Ой, ой, ой Духовые так мощненько тоже акцентируют Муджин Так Представляете, он же из королевства цветущей сакуры О, хорош Я вот последний вот этот Джохан я забыла из какого он королевства Сорян Ну подождем еще, успеем его увидеть Когда он там свое королевство представлять будет Слушайте Вообще у меня с Киндом такие сложились отношения Мне очень нравится, как они визуально все это преподносят Вот единственное, к чему у меня вопросики были Это представление Айвана Это Black Crown Black Crown Короче, вы поняли Вот Там и клип мне не особо зашел Там вот эти вот Латиница в начале Очень напоминающие какие-то матерные слова Я не знаю, что они хотели там написать Ну и графонтик какой-то такой плюшевенький был к остальным Клипам у меня вопросов не было Ну то есть Эскалибур классный был Красочный такой Ну как бы эпично так смотрится То, что там Япония Ой, Китай, Корея была Представлена Ну в принципе я в целом неровно дышу Какой-то азиатской эстетики Вот И они ее достаточно Ну как бы Им проще всего как раз таки вот Азию раскрывать Потому что им и вот этот антураж проще сделать И Ну в общем Как бы в своей среде, так сказать, варятся И поэтому у них это более Более зрелищно это выглядит Смотрится точнее Вот И чего я хотела сказать То есть и там И как бы всегда у них костюмы классные Ну то есть Картинка всегда очень приятная Вот Даже при всей плюшевости Black Crown Все равно там приятная картинка Хоть и как бы с огрехами какими-то Вот А с музыкальной точки зрения у меня с ними как-то Ну вроде бы прикольно Вроде бы и Не особо-то есть к чему придраться Ну вот оно какое-то все Блин, я не знаю Ну вот Слово сносное Почему-то мне хочется сказать То есть Вот и неплохо И не хорошо А сносно Ну вот мне кажется Сносно Это вот в кей-попе Это Гиблое дело Потому что сносных Там сотни у них Ну то есть А надо Вот в те Единицы и десятки Входить Вот в те края Вот Все-таки как бы клип ты смотришь-смотришь Но ты же не будешь его всегда смотреть Если ты хочешь слушать Или ну как бы следить за группой Тебе же хочется их музыку слушать Да Чтобы там вот на повторе У тебя в плейлисте Они крутились эти треки Как бы же не будешь Ты постоянно с клипом это все дело смотреть Да Чтобы вот Как бы трек дополняет клип Вот больше так скажу Про Kingdom Вот отдельно их как-то Эскалибур Ничешный такой был Ну опять же Чуть лучше чем сносно Karma Вроде тоже все хорошо Но вот как-то тоже Ну Нету такого вау-эффекта В их работах По крайней мере Потом вот это Айван мне вообще не понравился Это Black Crown С точки зрения музыкальной Вот Я забыла как называется этот трек Короче Когда они Дана представляли Корею Вот там уже Что-то поинтересней стало Какие-то хуки Запоминающиеся Вот Единственное К чему у меня была претензия В этом клипе Они Такое ощущение Что вот Начало Клипа Полностью Чуть ли не Кадр в кадр Слизано было С Леевского Лита Вот там Только Не в Китае А в Корее Там у них В каком-то тоже Дворце Не дворце Где они там Это все дело снимали Вот Ну то есть Если уж И делать что-то Похоже Ну блин Ну там Под копирку И как бы Заметно хуже Чем у Лея Вот И там где он танцевал Потом с мечом Мне в Дачиту Юнгишную Напомнило Вот Но сам трек Прикольный Ну и вроде Как бы все равно Картинка Даже вот Если опустить все эти моменты Приятная Глазу Ничего не сказать Вот И трек сам поинтереснее А вот здесь вот Они прям как-то Как бы Они свою И эпичность Оставили Потому что Ну как бы Эпичность В их треках По крайней мере Припевы Точно у них Эпично звучат Вопросы опять-таки Наверное К звуку От Ютуба Надо послушать Аудиоформат Этого всего Вот Но Уже слышно Что там что-то есть Хочется это дело Переслушать Тут как-то Вроде бы И эпичность была И скрипочки И духовые И гитарка Какая-то там Озорная Кокетливая была И вообще Вот эти вот Какие-то Идеямовские Прикольчики Добавились То есть Ну По крайней мере Я не скажу Что тоже Вау-эффект Случился Но у меня По крайней мере Появился Прям интересно Ее переслушать Может быть Даже несколько раз Потому что Трек приятный Мне понравился Здорово Молодцы ребята Повторюсь Пишут у них Из семи человек Дан и Муджин Они не только Лирику пишут Очень часто Пишут лирику А бывает Только они В кредитах На треках И присутствуют То есть Никто им там Не помогает Дописывать Ну как обычно Как бы Если кто-то Из группы Пишет что-то То они Как бы Просто Дополнительно К каким-то там Авторам Агентства Или приглашенным Каким-то авторам Вот А тут они Прям вот Вдвоем Автор песни Все Ну в смысле Лирики Но Нет Нет Они в композиторстве И в оранжировании Оба Два Присутствуют Ну как бы Не всегда вместе Но как бы То один То второй То вместе Вот Молодцы Короче Тоже Не просто Исполнители Но еще и Творят Здорово Что-то я еще Хотела сказать Ну на смысле Я думаю Сильно останавливаться Не будем Как это Называется Слово Да здравствует Король Долгой Жизни Королю Трек Про Время Короля Ну вот Как-то так Смысл там Как-то глубоко Погружаться Нет Не вижу Смысла Смысла Погружаться Не вижу Смысла Отлично Что-то Я кому-то Хотела сказать Короче Они мне Вот я заметила Вот с прошлого Камбэка У меня повышается К ним интерес То есть Естественно Я как бы С дебюта За ними Слежу Ну вот Как бы Эскалибур Ну вроде Заявочка есть Какая-то Потом Раз Камбэк Красиво Но Потом Этот Айван Ну Почти красиво И как-то А потом Вот Корея Ну мы нормально А сейчас Вот это И прям Вообще хорошо А потом Япония будет Ну наверное От видеоряда Я наверное Умру Ну потому что Все-таки Моя любовь К Азии В целом Началась С десяток С копейками Лет назад Именно с Японии Вот Даже больше Чем с десяток Лет Наверное С двадцаток Лет Короче Будем посмотреть Что там будет дальше Но Как бы Мне Меня радует Динамика Роста Моего интереса И моего Респекта К этим товарищам Так что Вот Все Вот мои Я не скажу У меня любимых треков У них нету Вот треки Которые мне больше всего У них Симпатизируют Так сказать Вот Пожалуйста А вы пишите в комментариях Как вам оно И Спасибо что смотрели Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok